Рекординг и прогресс. А это значит что? А это значит, что начинается наш эфир. Коллеги, всем добрый день, добрый вечер. Кому-то управленческий марафон, школа менеджмента Стратоплан. На самом деле сегодня не вполне запланированный эфир, потому что мы хотели наш марафон закончить лонгридом в пятницу, но коллеги сказали, подождите, надо же какую-то яркую точку поставить в нашем управленческом марафоне. Давайте, Александр, вот вы и будете ставить эту яркую точку вместе с участниками. Ну и хорошо. Коллеги, рад вас приветствовать, рассаживайтесь поудобнее и напишите плюсик, если вы меня видите слышно и вам видны слайды. Вот и проверим, что у нас все хорошо с интернетом, и мы можем с вами полезно провести конец рабочей недели. Да, вижу, плюсики у нас есть. Чао нам пишут, замечательно. Ну что, да, плюсик, спасибо большое. Рад вас видеть, мы решили сегодняшний эфир посвятить ответам на ваши вопросы, если они будут. У нас есть для этого специальные суперпризы, но мне вначале, знаете, хотелось бы вас спросить про сам марафон. Как он вам, сколько эфиров удалось посетить, сколько лонгридов удалось прочесть. Вот если вы такую социуметрию нам напишите в чат, я буду благодарен, потому что наша команда 4 недели трудилась, не попадая рукам мозгов для того, чтобы создавать этот контент. У нас там и эксперты были задействованы, и наши верстальщики, и копирайтеры, и инженеры поддержки. Мы за 4 недели, получается, провели 8 эфиров, и у нас появилось 12 лонгридов в нашем телеграм-канале, ссылочка на который сейчас на слайде находится. Как вам, сколько из всего этого удалось прочесть, посетить, посмотреть? Да, вижу, Андрей пишет, 80%. Ага. Спасибо. У нас еще так немножко марафон раскинулся в канал для SEO, потому что у нас есть отдельный канал, где мы общаемся с теми, кто думает в эту сторону, в сторону генеральных директоров, и там у нас появлялись отдельные лонгриды. Не знаю, Леш, если у тебя есть под рукой ссылочка, тоже можешь кинуть, и коллеги, кому интересно, тоже записывайтесь. Мы там про программу SEO и про мышление директора еще пишем. Вот туда пару лонгридов даже я написал на этой неделе. Лонгриды еще буду перечитывать, эфиры пересматривать. Ага. 7 эфиров, 10 лонгридов. Надежда, респект. 100% ладно. Круто, круто. Замечательно. Слушайте, ну что, тогда давайте к делу. У нас запланировано 2 часа, но мне что-то подсказывает, что 2 часа мы с вами можем не провести. Это, наверное, хорошо для вечера пятницы, потому что мы его так немножко подосвободим. Но 2 часа у нас с вами есть. Поэтому если есть какие-то вопросы актуальные на текущий момент, связанные с темой управления, работа с людьми, соц.скилз, коммуникаций, конструктивных коммуникаций, карьеры, пожалуйста, пишите. Я здесь для того, чтобы прокомментировать это, исходя из того, что я знаю, что я наблюдаю и так далее. Как мы сегодня с вами будем работать? Во-первых, я что вначале хотел бы проговорить. Так, ссылка для темблейдов ведет сейчас, вот смотрите, появилась ссылочка на SEO. На канал SEO, вот туда можно подписываться, там прям идет отдельный контент сейчас. Значит, что я хотел проговорить, что мы марафон на самом деле проводили в преддверии запуска наших основных программ обучения. Как школа менеджмента мы занимаемся обучением, вы, наверное, заметили. И у нас 4 основные программы. Причем они сделаны по уровням руководителей. То есть у нас первая программа команда для тех, кто руководит инженерами или такими индивидуальными специалистами. Дальше идет команда руководителя отдела, для тех, кто руководит темледами или руководит большими функциональными отделами. Дальше школа технического директора и программа для SEO и тех, кто в эту сторону смотрит. Что из всего этого любопытно? Во-первых, все программы долгосрочные. Во-вторых, все программы предполагают большое количество работы с другими людьми. Третье. Курс команды, курс рукодела – это классические программы. То есть там 9 месяцев, каждый месяц одна тревневка. Тревневка – это пятница, суббота, воскресенье, по 5 часов в онлайне, в малых группах, с обратной связью, все как положено. Курс школы CTO и курс SEO 3.0 в этом потоке, в сентябрьском, это будут симуляторы. То есть там у нас три уровня компаний, то есть там три типа компаний. Вы туда попадаете, там происходит некая жизнь, там есть своя геймификация. В общем, там много всего интересного. Мы решили сделать это как такие тренинги-симуляторы. Поэтому если окажетесь внутри этих программ, то как раз погрузитесь в реальность разных самых компаний. От себя могу сказать, что все четыре программы практически полностью переделываются по сравнению с тем, что было. То есть понятно, мы оставляем то хорошее, что работало, но мы программы прям существенно обновляем. Ну, чтобы было понятно, в курсе команды, например, мы смотрели, сколько кейсов у нас было разработано, у нас таких накопилось хозяйство, порядка там нескольких сотен кейсов. Мы с коллегами прошлись, и стало понятно, что 40 кейсов надо писать заново. Вот поэтому в курсе команды будет тоже существенное обновление. Значит, к чему я все это рассказываю? Во-первых, я призываю вас пойти почитать анонсы, примерить на себя. Если вы еще не в программах, посмотрите, насколько это может быть вам полезно. Во-вторых, на нашем сегодняшнем эфире команда маркетинга наша поручила мне разыграть три скидки в размере 500 евро за три лучших вопроса, которые мы сегодня будем обсуждать. Какие вопросы являются лучшим, определять, видимо, буду я, потому что я сегодня единственный эксперт, который на все это будет отвечать, за все будет отдуваться, поэтому вы уж извините, коллеги, но я на свой вкус. Вот у нас есть вопросы заготовленные, их 6 штук, и любые вопросы, пожалуйста, пишите во вкладку «Вопросы и ответы» и в чат в любой момент времени я постараюсь прокомментировать. Чтобы было понятнее, как формулировать вопрос. Вот смотрите, вы поучаствовали в марафоне, наверное, у вас был какой-то интерес, и есть интерес к теме управления, к теме вашей профессии. Я бы подумал на тему того, какой вопрос для вас по работе или по развитию является на текущий момент самым важным, самым актуальным. И попробуйте его конкретно сформулировать. Тогда у меня будет возможность как-то прокомментировать, исходя из того, что я вижу и с чем я работаю. Вот я темой управления занимаюсь последние 20 лет, и последние, наверное, 17 лет я в обучении. Поэтому, ну и много людей посмотрел, много людей, значит, проходят через наши программы. Вчера мы проводили, кстати, выпускной очередного потока программы для отдела. Поэтому, ну, чем смогу, постараюсь помочь. Какие три вопроса следует задать, нанявшись начальником отдела в компании? Ага, Дмитрий, вижу. Замечательно. Ну, давайте мы начнем с вопросов, которые у нас заготовлены, а к этому я тогда вернусь. Итак, список вопросов, которые у нас есть. Первый вопрос. Он звучал на эфире марафона. Что такое нарративы? Инструмент менеджера в управлении? Инструмент коммуникации? Или что-то еще? Я, честно говоря, услышав этот вопрос, сразу пошел изучать, как определяются нарративы. Естественно, вбил это в Google. Вот мне Google все подсказал. Вот у нас есть прямо определение. То есть, видите, нарратив — это от слова «повествовать». Самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событиях, представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Вот такое определение у нас есть. И дальше я задумался. Окей, а в работе менеджера, как мы используем эти нарративы, эти повествования? И, на мой взгляд, в нескольких случаях. Во-первых, по поводу того, что происходит в компании и по поводу того, куда мы двигаемся, у любого руководителя должен быть заготовлен некоторый нарратив. Вообще, в целом, руководитель, независимо от уровня, руководитель команды, руководитель отдела, руководитель компании, он должен делать несколько вещей. Например, он должен определять некое светлое будущее этого коллектива. В нашей терминологии, в стартоплане мы это иногда называем «мамонт». То есть, какая-то общая разделяемая цель, которую все люди хотят достичь. И это не всегда то, что нам спускает бизнес. Потому что бизнес нам спускает каких-то своих мамонтов. А у нас, вот у меня, как у руководителя команды, вместе с командой может быть какое-то свое светлое будущее. Ну, например, чтобы у меня, я руковожу командой тренеров, мне хотелось бы, чтобы эта команда тренеров на нашем уровне качества проводила наши программы без задействованного меня и, например, Вячеслава Ильича Панкратова. Чтобы люди были полностью самостоятельны и проводили на уровне качества не хуже, чем мы со славой или лучше. Вот наш «мамонт». И всем этого тоже хочется. Потому что тренеров будет больше работы, мы, соответственно, можем заняться стратегическими вещами. Вот какой-то наш «мамонт». Может звучать так. Так вот, у вас должен быть какой-то свой. Свои коллеги, если вы руководите командой, давайте так. Если у вас есть сформулированный вот этот самый «мамонт» для команды, и команда его разделяет, команда в него верит, ей он нравится, напишите, пожалуйста, плюсик. Если такого нету, или вам кажется, вы не знаете, напишите минусик. Потому что это важная история. Это сформулированная история. Вот этот «мамонт», он должен быть. Он очень сильно помогает. И подзарядить людей, и показать, куда мы идем, и поддержать в сложных ситуациях. Он должен быть. Так вот, и это главный нарратив. Куда мы идем, и зачем, и что там будет хорошего, на самом деле. Зачем нам всем туда надо устремиться. А дальше что делает руководитель? Руководитель, собственно, проверяет реальность. Мы туда движемся, не движемся, быстро, не быстро. Я как раз про это писал в одном из касаний в канале SEO на этой неделе. Вот. И все время произносит этот нарратив. Куда мы идем, и для чего. Чтобы люди не забывали. Потому что иначе руки нас засасывают. У нас эти сбиваются наши прицелы. Не очень ловкая метафора в военных условиях. Но тем не менее, да. И мы начинаем там где-то закапываться. В технические детали, в кодинг, во что-то еще. И еще забывая, что мы, на самом деле, хотим вот этих ключевых изменений. И вот этот нарратив должен быть заготовлен. И вовремя от времени людям нужно вспоминать. Нужно напоминать. В прошлом проекте «Мамонт» вытягивал работу 6 часов в неделю, по 16 часов в день на протяжении нескольких метров. Но это должен быть очень значимый «Мамонт». И важно, чтобы люди... Дмитрий, спасибо, что поделились. Чтобы люди получили то важное, зачем они вот столько впахивали что-то. Вот, на мой взгляд, это один из нарративов. Второй нарратив, когда я, скажем, применяю, это для поддержки людей. Потому что, ну, когда ты проводишь с людьми встречу один на один, или просто у тебя какой-то командный созвон, и там человек озвучивает, что ему тяжело. Здесь важно понимать. Человек, чего от тебя хочется, когда он озвучивает, что ему тяжело. У него не получается с клиентом. Он считает, что его... Человек, которого он сейчас менторит, или которого он подтягивает, он не старается. Ну, какая-то своя тяжесть там у всех есть. Человек чего хочет? Он хочет, чтобы ты включился и что-то сделал. То есть он хочет от тебя действий, он хочет совета. Или он хочет просто, чтобы ты его поддержал по-человечески. Вот это важный момент. Потому что нарратив про поддержку хороший тогда, когда человеку просто нужна поддержка. Это, знаете, как вот... Ну, анекдот есть часто про мужчин и женщин, да? Что женщины, когда начинают жаловаться, мужчины тут же начинают предпринимать какие-то действия. Они всегда это дамам нужны, иногда нужно просто, чтобы их поддержали. Вот здесь такая же история. То есть у сотрудника надо четко понимать. Он что хочет? Чтобы ты что-то сделал, посоветовал, включился? Или чтобы ты его поддержал? Потому что если он хочет, чтобы ты включился, а ты ему будешь истории рассказывать, так не работает. А вот если человек хочет, чтобы ты его поддержал, вот здесь как раз самое место для истории. И, ну, мои типичные истории, если человек рассказывает, как ему сейчас сложно, я начинаю вспоминать, как мне было сложно в аналогичных ситуациях. Потому что вот вообще правильно поддерживать мало кто умеет. То, что я замечаю. Мы очень неплохо умеем говорить, да ладно, что-то, это не проблема. Так подобесценивая то, с чем человек столкнулся, и эмоции, которые он по этому поводу испытывает. Не знаю, коллеги, вам говорили когда-нибудь, когда у вас была серьезная ситуация, да ладно, типа не парься. То есть это было такое, можете смайлик написать. Я все ваши вопросы потом отмотаю и прочитаю, которые появились, не переживайте. Вот. Ну, ладно, не парься, это так вся поддержка, да, потому что, слушайте, ну, там, у меня умирала любимая кошка. Да ладно, ты не парься, новую заведешь. Ну, как-то странно звучит, то есть, ну, в том плане, что под обесценивать то, как тебе сейчас тяжело. Гораздо лучше работает, на самом деле, помолчать. А вот у соседа, да, там, еще хуже. Может быть. В моем опыте работать, помолчать и вспомнить, как тебе было тяжело на личных ситуациях, и сказать, что окей, ну, так бывает, вот, но это проходит, вот что хорошо. Важно, чтобы человек в сложной ситуации почувствовал, что он не один, что такое бывает. Вот это умение показать человеку, что ты не один, супер помогает. Буквально на этой неделе у нас наш созвон с командой наших финансистов, и как раз Аня, наш финансовый бухгалтер, аналитик, наверное, да, как раз у нее много переживаний, потому что ей сейчас нужно включать другого человека в свою работу. И она говорит, вот я когда пришла, я сама со всем этим разбиралась. И, ну, видно, что ей-то было сложно, ей-то было трудно. Вот. Ну и дальше мы, она говорит, вот я хотел бы, чтобы она тоже разбиралась, но в этом нет смысла с точки зрения управления. Мы начинаем вспоминать, я говорю, слушай, ну вот, там, я когда начал заниматься бизнесом, мне тоже пришлось как прорубаться сквозь этот лес. Там Саша Чуроченко, наш директор по короб проектам, была на созвоне, она рассказала, как она начинала работать в стратап-лане, тоже ничего не понимала, во всем разбиралась сама. Но когда ты разобрался, новому человеку, чтобы передать, ему не надо вот рубить новую просеку, она уже прорублена, зачем? Но наша задача рассказать некий нарратив, чтобы человек почувствовал, что он не один, что мы его хорошо понимаем на самом деле. И дальше сказать, что, слушай, ну, это закончится, это нормально. Таких моментов, когда людей просто нужно поддерживать, на самом деле довольно много. Особенно, вот учитывая нашу с вами военную реальность, еще до этого был ковид, там есть некоторые вещи, на которые ты не можешь повлиять. У людей умирают близкие, ты здесь что можешь сделать, как руководитель? А это все равно влияет на его состояние. Ты можешь только поддержать некоторыми словами, вот тем самым нарративом. Дать человеку паузы и сказать, ну что, давай к работе. Он скажет, давай. И для многих сработать тоже является поддержкой. На будущее запланировано поражение инопланетян. Ждем, ждем, чтобы подготовить новые нарративы. Нашел время для депрессии. Ага, да. Ну, тоже такой элемент антиподдержки. Вот, коллеги, это то, что я хотел сказать про нарративы. То есть, первый главный нарратив – это про светлые будущие команды, чтобы людям транслировать и напоминать. И второе – это нарратив как средство поддержки, когда ты рассказываешь про то, что у тебя был похожий сложный опыт, и в целом ты понимаешь, про что это, и эта полоса заканчивается. Вот это нам две главные вещи, которые я лично использую в работе с нашими командами. Если это как-то отзывается у вас, подумайте, какой нарратив может быть у вас. И заметьте, на самом деле, вот те моменты, когда люди приходят за поддержкой, что вы можете рассказать, как вы можете их поддержать, как вы можете поделиться. Ну что, давайте теперь к чату, потому что я видел, что у нас там появляются вопросы, и я обещал Дмитрию ответить на вопрос, какие три вопроса следует задать, нанявшись начальником отдела компанию. Хороший вопрос, Дмитрий. У меня нету прям заготовленных трех вопросов. У нас есть алгоритм, Никки. Вот если вы в Гугле наберете «Медовый месяц менеджера» в Стратоплан, вот вам либо выпадет такая статья в трех частях на эту тему, либо выпадет наш эфир недавний, который мы с Вячеславом Юрьевичем Панкратовым проводили на тему «Медового месяца менеджера». Идея там очень простая. Дело в том, что когда мы приходим в компанию, то это затрагивает сразу очень многих людей. Можно пофантазировать, да, каких. Во-первых, тех, кто находится в вашей команде, которой вы управляете, если вы руководитель отдела, ваших коллег, других руководителей отдела, вашего руководителя, может быть, там есть HR где-то, может быть, что-то еще. И у всех этих людей что значит затрагивает? У них в голове начинает что-то происходить. У них там начинаются вопросы. Что это за человек? Почему его назначили? Почему Дмитрия назначили начальником отдела, а не меня, например? Почему этот отдел вообще к моему не присоединили? Ну и так далее. Вопросы. У них возникают ожидания. Вот, наконец, пришел новый человек. Он сейчас вдохнет новую струйню в нашу вот эту унылую жизнь. Да, там и какие-то надежды. Или опасения. Пришел новый человек, и сейчас он ничего не понимает в нашем контексте, сейчас начнет махать шашкой. Я фантазирую. Вопросы ожидания и опасения. То, что в голове у людей точно будет происходить. И у самого начальника отдела нового все то же самое. И задача на первом этапе, на самом деле, это ответить людям на эти вопросы, прояснить ожидания и снять опасения. То есть там много, там прям есть пошаговый алгоритм такой. Если отвечать на вопрос про какие три вопроса, ну, первый вопрос, который я бы задал, это можно ли пообщаться с предыдущим руководителем этого отдела. Вот если этот отдел уже какое-то время существовал. Вот второй вопрос, наверное, был бы направлен к моему руководителю, это чего он ждет. И здесь я бы доставал максимальное количество конкретики. Чего он ждет-то от меня на первом этапе? Ну, чтобы прояснить, что чудес, скорее всего, не будет. Мне надо понять, чего он ожидает, в какую сторону. Какая задача. Задача развивать тебя делали, наоборот сокращать. Какие результаты, что там максимально конкретно. Здесь, кстати, не всегда топ-руководители готовы четко сформулировать. Иногда они расплывчатые говорят, ну, ты там разберись и посмотрим. Поэтому здесь две модели. То есть либо первое, получить ясное ожидание по поводу них потом стыковаться, либо получить неясное ожидание пойти копать, и когда что-то накопал, принести, показать я в ту сторону копаю или не в ту. Вот это, наверное, там два, наверное, таких главных вопроса. Ну, а третье, это была бы встреча с командой. И там много вопросов было бы, скорее всего, к ним. С чего начинать работа управленцев в чужой компании? С большого количества прояснений и общения. Ну, сейчас про шубэфир не занимает, правда. Медовый месяц менеджера, статья о трех частях или эфир. Там есть и про заимствование авторитета, там есть и про статус нового менеджера, вот есть про маленькие победы, много про что. То есть там много тактических шагов, и там, главное, есть алгоритм, что делать. Так, ну что. Вопрос от Андрея вижу в чате. Вот я новый руководитель отдела, у меня есть сотрудники, часть из них удаленные. Как мне лучше узнать их, чтобы понять, что их мотивирует, чем они живут, и вывести на откровенный разговор? Есть ли какой-нибудь чек-лист, какие вопросы задать? Хороший вопрос. Смотрите, чтобы люди с вами откровенно разговаривали, у них должен сформироваться определенный уровень доверия. Как у нас с вами формируется доверие, Андрей? Вот вы как понимаете, с этим человеком можно откровенно говорить, а вот с этим пока, пожалуй, не стоит? Когда вы, наверное, лучше его узнаете, когда вы понимаете, что вряд ли он отреагирует на ваши слова, на вашу откровенность, какой-то резкой реакции. Вот. Я бы с этого и начинал. То есть, первое, это про знакомство с людьми. То есть, просто без какого-то заискивания, без попытки немедленно стать их другом, просто по-человечески узнать, что... Это будет постепенный процесс, правда. Просто с человеком общайтесь. Как только вы обнаружите что-то общее, доверие чуть-чуть возрастет. Потому что в компании людей, с которыми у нас есть что-то общее, мы чувствуем себя уже чуть-чуть безопаснее. Вы замечали это? Ну, то есть, если вы увлекаетесь рыбалкой, кто-то еще рыбак, вы как-то чувствуете... Если вы родитель, не знаю, первоклассника, и кто-то другой тоже родитель первоклассника, вы уже чувствуете себя чуть более спокойно. Но, коллеги, если это так, можете смайлик написать в поддержание, что ли, моего нарратива. Но доверие – это просходство. Первое такое. Мы чувствуем безопасность, когда мы находим сходство с другими людьми. Это первая история. То есть, я с нашими сотрудниками, кто к нам присоединяется, у меня созвоны. Я рассказываю про нас. У нас первый созвон, может быть, вообще не проработал. Мы просто знакомимся. Кто, откуда, был ли я в этом городе, был ли в моем городе, где я родился, где сейчас живете, есть ли дети, туда-сюда. То есть, я просто общаюсь на какие-то отвлеченные темы. Вот я без всяких этих самых. Второе. Я очень внимательно слежу за словами, которые я людям говорю. Если человек делает что-то некорректное, с моей точки зрения, это новый человек, я пойду к нему в личку и буду эту личность с ним обсуждать, а потом спрошу, как ему это было. Я ни в коем случае не хотел его задеть там и так далее. Вот хвалим публично, ругаем лично. Вот это вот все. И доверие, нет какого-то тактического приема или чек-листа. Это не про список вопросов, которые надо задать, и человек откроется. Это про процесс и про внимание к человеку. В процессе общения нужно быть максимально здесь. То есть, если человек вам что-то рассказывает, а вы все время в телефоне кому-то другому отвечаете, вот у вас бывают такие ситуации, как вы реагируете коллеги нами? Так себе, да? Ну, то есть, человек пошел с тобой общаться, ты ему что-то говоришь, а он в телефон ушел и тебя не слушает. Про что? Это про твою ценность для него. Что тут происходит с доверием? Оно уходит вниз. Поэтому, если я с человеком общаюсь один на один, я с ним. Я смотрю его видео, я его слушаю, я подтверждаю, что я его услышал, я задаю уточняющие вопросы. Поэтому, внимание, проявлять искренний интерес к тому, что говорит человек, если вы что-то на себя взяли, к этому отнестись максимально ответственно, внимательно быть четким, не опаздывать на ваши встречи. Ну, в общем, быть надежным, что ли. Примерно так. Андрей, не знаю, ответил или нет, но для меня, повторюсь, это не про чек-лист, не про список вопросов. Это скорее про манеру общения с человеком и про то, чтобы уделять ему внимание и время. Так, мы отнем чек-лист вниз. Психолог Лия спрашивает, Михаил. У меня нет академического психологического образования, я его прежде думаю, не получить ли, и потом откладываю эту идею, потому что меня пугает длительность обучения и недостаток практичности. Я, естественно, общаюсь с теми, кто получал академический Вячеслав Юрьевич, у него вторая вышка по академической психологии. Супруга у меня, у него три вышек образования, там два из них в психологии, одно в IT. Вот, поэтому я в методические программы. То есть, мой заход в психологию начинался через собственное выгорание. Лет 7 назад я так подвыграл, даже 8, наверное. Ушел в собатика, у нас про это будет сегодня вопрос, в отпуск на год. Понял, что там ничего не понятно, что дальше делать. Вернулся, начал работать со специалистом. Личная психотерапия, групповая психотерапия, когда я как-то работаю, я понял, что хочу этому научиться. И пошел в методические программы. Современный коучинг-гештальт-подход, Восточноевропейский гештальт-институт, Балтийская академия коучинга, такая программа по классическому коучингу, разные книги, курсы по когнитивному-поведенческому подходу, экзистенциальному подходу, ну и так далее. Поэтому я больше про методические программы, не про академическое образование. Фух! Так, ну что, давайте к вопросам на слайдах. Коллеги, если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, мне потом еще предстоит непростая задача выбрать лучший вопрос. Что делать, если вы всегда отмечаете достижения команды и отдельных сотрудников перед начальством, а ваши заслуги не удостаиваются, не удостаиваются даже фидбэк и коллег, при этом отношения доброжелательными? Вот это любопытный вопрос, потому что иногда, иногда мы подчеркиваем достижение своей команды и надеемся, что все остальные увидят это и в отношении нас начнут действовать так же. То есть, делать так же, как ты хотел бы, чтобы делали с тобой, психология называется профлексия. То есть, когда мы, у нас есть некая потребность, но ее энергия идет на то, чтобы удовлетворить аналогичную потребность другого человека, вместо того, чтобы напрямую заявить о своей потребности. Ну, например, вы сидите в комнате, говорите, слушайте, вам не жарко, можете форточку открыть? На самом деле, это вам жарко, и вы хотите открыть форточку. Но вы, как будто, значит, заботитесь о других людях. Вячеслав Юрьевич рад видеть на нашем эфире. Да. Спасибо, что присоединяетесь. Вот. Профлексия. У меня есть какая-то потребность, а я, значит, пытаюсь заботиться о каких-то других людях. Коллеги, если в себе такие черты замечаете, можете написать, пожалуйста, какой-нибудь нам смайлик. Потому что в нашей практике такого было много. Я помню, спасибо, Александр, за смайлики. Ну, важно это замечать, потому что люди, оказывается, не телепаты. Вот. И если вы им задаете вопрос, вам не жарко, может открыть форточку, они это воспринимают как заботу о себе, что вы по какой-то причине решили о них позаботиться. Вот. Они такие, да нет, нам нормально. И все, да, вот на этом все и заканчивается. Да. Там все речь спрашивают про какой-нибудь слава закончил. Ага. Вот. В общем, это было даже в управленческой практике. Я помню, у нас была программа для директоров, и один участник как раз говорит, вот у меня там команда, он работает, давайте так, в нефтегазовой промышленности. Вот. Он говорит, у меня команда, у меня очень токсичный начальник, и, говорит, он там матом, ну, все как положено. И, говорит, ну, меня это задевает, там все такое. Я, говорит, поэтому решил построить правильную психологическую атмосферу в своей команде. Вот у меня вопрос, а как это поможет вот решить проблему с токсичным начальником? Ну, то есть, тебя перестанут после этого задевать его слова, или что? Или он увидит, как у тебя в команде все здорово и с уважением друг к другу и скажет, все, я все понял. Надо вот как Андрей у себя выстроил. Ну, вряд ли, правда. Я к чему это веду? Потому что, если что-то хочется, если вам хочется фидбэка от коллег, или чтобы они похвалили, вы им прямо про это скажите. Ну, пока вы прямо не сказали, у них какой шанс измениться-то? Если им посылать телепатический сигнал, правда, это уже работает. Вот, если вы им прямо попросите, дальше уже мячик будет на их стороне. Ну, то есть, они могут измениться или могут не измениться. И по этому поводу вы можете что-то делать. Вот, у нас в наших программах есть большой блок, посвященный конструктивной конфронтации. Это вот как раз про эту историю. То есть, как менять поведение, модели поведения людей так, чтобы с ними не портить отношения и желательно даже улучшать. Это не про то, чтобы быть для людей хорошим всегда, это про то, чтобы быть ясным, четким, с вниманием к людям и с вниманием к себе. Вот про это попросите. Люди не изменились, дальше, если не получается никак изменить их поведение, у вас будет опция принять вот таких коллег. Вы можете сказать, окей, у меня вот такие коллеги, они меня не удостаивают фидбэком. И не получается это изменить, у меня не получилось. Но я все равно выбираю с ними работать, потому что это классная компания, мы делаем замечательный продукт, влияющий на мир, это прекрасная строчка в резюме, очень полезная, поэтому я выбираю с ними работать. Вы можете принять. И тогда вы искренне принимаете, да, вот у меня вот такие коллеги. Или, если принять не получается, мы скажем, окей, я тогда не готов с ними работать, я отсюда ухожу. Вот три опции. Изменить, принять или озвучить свое отношение к этому всему и выйти. То, что я наблюдаю, вот у нас среди нашей аудитории управленческой, люди не выбирают ни один из трех вариантов, они выбирают терпеть. И для них всегда как сюрприз. Вот есть какой-то коллега, который на созвонах там на них наезжает нехорошими словами, матом, где-то манипулирует. И они такие, вот у меня такой коллега, изменить его не получается. Не получается, я понимаю, иногда так бывает, не получается. И люди приходят на следующий созвон, а он, представляете, там снова манипулирует и снова нехорошие слова говорит. Вот это сюрприз. А в чем сюрприз-то? Ну, он такой, ты это знаешь. Ты что туда шел с ожиданием чего? Что он сейчас начнет тебя хвалить, как бы, и проявлять какое-то уважение? Ну, так же не бывает. Поэтому изменить, принять или озвучить свои отношения, или выйти из всей этой истории. Возвращаясь к ответу на вопрос, я бы прямо здесь говорил людям, чего я от них хочу. Слушай, я заметил, что я не получаю от вас фидбэка. А мне бы очень хотелось. Как-то так. Так, слава пишет, Киевский столичный университет. Ага. Был недавно эфир про отсутствие подготовленных менеджеров на рынке. Как считаете, куда идти изучать теорию, MBA, локальные курсы, высшее образование, необходимость совмещать теорию с практикой? Ясно по умолчанию. Дмитрий, ответ очень простой. Идти, конечно, нужно в стратоплан. Вот, ссылки на курсы уже были, они в чате еще появятся. Вот, но если серьезно, то надо посмотреть, от чего вы хотите. То есть, вы в какую сторону хотите двигаться. И от этого будет напрямую зависеть, чему вам учиться, с кем общаться и как строить свою карьерную стратегию. Есть ли вообще смысл идти получать MBA, так как затрат времени и ресурсов много, а вероятность карьерного роста до топ-менеджера невысокая? Вот, жалко, Вячеслав Юрьевича нет в эфире. Он бы тут, мне кажется, небольшую речь произнес на тему MBA, потому что мы много это обсуждаем. Более того, наша программа SEO проектируется как раз как программа не про MBA, а про жизнь. Вот, и MBA в великое множество. От, там, MBA в самых разных небольших городах, небольших университетах до топ-мировых, там, инсиады всякие и так далее, Стэнфорды, Беркли, там, ну, и все остальное прочее с большой стоимостью и так далее. Мы когда общались с выпускниками, вот, среди наших тренеров есть те, кто получали MBA, там, Артем Фомянко, например, он выпускник инсиада, это прям очень редкая история, этого сложно поступить, несмотря на дорогое обучение. Артем говорил, что, ну, MBA, по его мнению, это хорошее образование для финансовых аналитиков, вот оно там прям прекрасно, и инвестиционных директоров. Если вы директор, там, технический, например, или вы хотите открыть свою компанию, не факт, что MBA там нужен. Опять же, нужно смотреть на школу, нужно смотреть на нетворкинг, который там есть, то есть там прям очень много факторов. Поэтому, Андрей, ответить на вопрос, имеет ли смысл получать, зависит от того, чего вы хотите, на самом деле, в какую сторону хотите двигаться. Михаил спрашивает, ответим ли на вопрос. Да, вижу вопрос. Расскажите, как бы вы поступили, если бы с вами в офлайн-аудитории одному участнику было бы холодно, другому жарко. Один просит включить канди, другой ругается, что замерз, комната одна, что бы вы сделали? Хороший вопрос. Ну, такое, мне кажется, часто бывает, и в IT-офисах, когда сидят под форточкой. Ну, я предложил им договориться, как вы сделаете, или аудитория. Мне-то на самом деле все равно, как будет. Мне главное тренинг провести, а люди дальше как-нибудь договорятся. Либо один пересядет от канди подальше, либо кто-то оденется, либо что-нибудь что произойдет. Правда? Ну, я могу дать людям вопрос, ну, они договорятся. Если они будут слишком долго решать, их вся остальная группа, скорее всего, попросит как бы быстрее это все дело решить. И это рано или поздно все равно решится. То есть, не будет такого, что они поругаются и все такое прочее. В моем опте. Как понять, чего я хочу? Хочется с карьерного роста делать более значимые вещи, но что конкретно, непонятно. Андрей, вот тут прямая дорога к работе со специалистом. Мы, кстати, сейчас думаем запустить сервис консультаций в Стратоплане, но это пока наш такой проект, то есть, хотим наших экспертов привлечь как раз к таким консультациям, в том числе и к карьерным. Но я бы взял какую-то консультацию как у специалиста, Андрей, к которому вы доверяете и об кого можете подумать. Потому что, когда, понимаете, очень тяжело быть одновременно и с объектом исследования, и объектом исследования. И исследовать себя, находясь внутри себя, это прям очень сложно. Вот, а человек со стороны может заметить вещь, задать вам простые отрезвивающие вопросы, которые там много для вас прояснят. Как выбрать карьерного консультата? «Напишите мне, давайте так, коллеги, я же могу оставить свой телеграм тем, кто пришел на эфир, а тем, кто будет смотреть записи, мы ничего не оставим. Правильно? Ну, я шучу, коллеги, я думаю, вы найдете, если нужно. Андрей, напишите, я просто в личке, может быть, кого-то посоветую. Так, хорошо. Вопрос Михаилу, мы ответили, сейчас я чат полистаю, убедюсь, что мы ничего не пропустили. Считаю, Илья, что руководителю нужно психологическое образование, хотя бы базовое по мотивам семинара опыта команды Стратоплана, спрашивает Илья. Я бы сказал, что оно очень полезно. Если ты хочешь быть хорошим руководителем, тебе все равно придется психологию изучать, так или иначе. Это может называться как-то по-другому, типология личности или что-то еще, но тебе придется ее изучать. Как говорит наш любимый лектор, профессор Петухов, психология это тысячи лет житейских наблюдений вкупе со столетиями философских размышлений, к которым добавлены десятилетия научных исследований. Вот все вместе, и очень много житейских наблюдений были сделаны очень давно и мы до сих пор не пользуемся. Те же самые психотипы, то, что люди бывают разные, холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики. Эта типология была предложена еще гиппократом, если вы знаете, коллеги. То есть, это прям было много, примерно 2000 лет назад. Уже тогда люди заметили, что они разные, и у них разные реакции, надо по-разному ставить задачи, по-разному руководить и так далее. Поэтому руководителю, конечно, это будет очень полезно, чтобы понимать то, насколько люди разные, как это учитывать в работе, на что опираться, чтобы лучше понимать себя. То есть, там прям много. Не факт, что нужно обязательно образование, можно там обходиться на какими-то тренингами. Понимаете, в наших программах почти все тренера, кто у нас преподает, у них есть своя психологическая подготовка, либо академическое образование, либо методические программы. Почему? Потому что это делает программу глубже. И люди, которые приходят учиться, руководители, они глубже понимают свою работу, что с ними на самом деле происходит, почему так происходит. Что делать, что происходило иначе. Что будет происходить с людьми, когда они делают те или иные вещи. Это тоже важно. Например, в программе SEO, которую ведет Слава, Андрей и Паша, группа тренеров, у них там есть прям специальная шкала. После обсуждения кейса люди выставляют оценку себе. Что случилось с моей батарейкой? Как изменился мой ресурс, когда я решал этот кейс? И где-то батарейка заряжается, то есть кейс воодушевляет, решение кейса воодушевляет, а где-то она разряжается почти до нуля у некоторых участников. А как так? А в чем разница? А что это для тебя значит? А вот когда ты будешь SEO, ты эти вопросы будешь решать сам или ты будешь кого-то привлекать? Что там с тобой будет происходить? Это, конечно, про психологию. Мы, понятно, что там не надо уходить слишком глубоко в психоанализ, там, знаете, там вот и сновидение, там, в юнгянском психоанализе, еще куда-то, но какие-то базовые вещи, конечно, они очень полезны. Илья, спасибо за вопрос и за возможность про это порассуждать. Мотал я наверх и вижу вопрос от Дмитрия, от Александра I. Как собирать команды под разные IT-проекты, если проект временное явление и сотрудников не брать в штат? Александр, ну, примерно так же, как мы собираем. То есть мы не всегда берем сотрудников в штат, у нас стартуют иногда проекты временные. Вот, например, управленческий марафон, это был проект, безусловно. Вот под него была сформирована своя команда со своим менеджером. Вот мы собрали, говорим, вот такая идея, вот что мы хотим, вы как? Они говорят, мы классно, значит, они вписались, вот и в итоге случился проект. Мы сделали проект и ребята пошли заниматься другими проектами. Кто-то вместе, кто-то отдельно. То есть в чем здесь вопрос? Проект – это всегда временное явление, потому что проект – это предполагает некий индивидуальный результат, и он ограничен по времени. Наверное. Как определить, что именно сотрудник ждет, поддержки или изменения? Напрямую спросить? Да, напрямую спросить. Вот я слушаю то, что ты мне говоришь, а ты чего бы от меня хотел? Вот у нас с тобой запланирован час под этот разговор, чего бы ты хотел от нашего разговора? Поддержки, чтобы я пришел вместе с тобой, как говорится, погонами пошуршал, совета, или чего-то еще. Ты, или просто, значит, рассказать про тяжелую ситуацию, чтобы я тебя послушал, поддержал. Ты чего бы хотел? Именно так вот и спросить. Это прям много проясняет. Вот что мы замечаем, что руководители иногда наоборот, человек им озвучивает, они как-то по-своему поняли, что он хочет, надели на себя некую роль, там, не знаю, спасателя, например, давай из-за человека все делать. Или включили роль агрессора, и давай человека разносить, что какого хрена это вообще твоя работа? А человек-то зачем приходил? Чтобы его разнесли, или чтобы его спасли, или, ну, то есть зачем? Извините, мы забыли выяснить. Так, вроде бы на все вопросы сверху я ответил. Так, давайте вопрос со слайда возьмем, коллеги, и потом к вопросу в чате. Как правильно определить список дел на день, чтобы их не было слишком много? Смотрите, вот, если вы когда-нибудь изучали тему тайм-менеджмента, разные книги там, того самого Getting Things Done, Дэвида Аллена, по-моему, да, Глеб Аршангельский, тайм-драйв, там, и вот Стивен Кови, 7 навыков высокоэффективных людей, 7 привычек, точнее, если правильно переводить. Ну, там много разных подходов. Кто-то говорит, что у нас, понимаете, есть там матрица из Энхауэра. Значит, матрица из Энхауэра, важная, неважная, срочная, несрочная, кто-то говорит про то, что у нас планирование бывает хроносное и кайросное, что у нас есть задачи, которые привязаны ко времени, например, какой-то созвон, или у нас есть задачи, которые происходят по какому-то событию. Например, если я пойду в магазин, мне не забыть купить хлеб. Или если я пойду в командировку, мне там не забыть вот то-то и еще-то. Разные есть подходы. Я последние годы, да и слава, насколько я знаю, тоже мы используем просто календарь. Календарь – прекрасное средство для того, чтобы увидеть, помещаются в тебя все эти задачи или не помещаются. То есть вот есть задача, ты примерно ее оцениваешь, сколько времени, ставишь себе в календарь. Если есть еще обед, его тоже надо поставить. Ну вот, причем задачи некоторые переносимые, некоторые непереносимые. Ну и окей. Вот все, что поместилось, ты сделаешь, все остальное ты не сделаешь. И самое главное – как-то смириться с тем, что, похоже, все ты все равно не сделаешь. Вот и потому что жизнь ограничена, и еще поспать тоже иногда хочется. Поэтому я вот использую календарь и категорически от этого счастлив. Иногда, конечно, когда он сильно забивается, ну не сам забивается, я его забиваю. Я впадаю в тоску, но в целом это позволяет свою загрузку довольно неплохо контролировать. Так, я вижу, у нас есть вопрос во вкладочке «Вопросы и ответы». От Андрея. Вопрос, является ли опыт для руководителя тем, что определяет его будущую карьеру? Может ли человек с меньшим количеством опыта, но более релевантным быть более эффективным руководителем, чем человек с большим количеством опыта? Общий вопрос, Андрей, такой, да? Ну, я тогда общую и отвечу. Может. Человек с меньшим количеством опыта может быть для конкретной позиции более релевантным. Потому что помимо опыта есть еще такая вещь, как ресурс, например. И она довольно многое определяет. Ну, не знаю, коллеги, вот если вы свою батарейку текущую бы оценили, конечно, сейчас пятница, конец дня. Вот, но тем не менее. Вот ваша батарейка насколько сейчас заряжена? Насколько процентов? В среднем? Не конкретно в пятницу, а вот в целом, да, вот вы работаете. Вы насколько себя ощущаете заряженным? Ну, всех по-разному, наверное, да? Вот у меня последние недели такой прям хороший заряд. Я чувствую прилив энергии. Может быть, связано с тем, что Вячеслав Федорович ушел в отпуск, не знаю. Вот. Ну, я шучу, конечно. Вот, но в целом у меня там оно, я думаю, что под 80%, а то и побольше. Вот. Потому что все успевается, я вижу, как люди растут, как люди включаются, это прям сильно подпитывает. Как у нас новые ребята присоединяются к команде, там тоже начинают работать, то есть прям красота. Как у вас? У всех по-разному. И батарейка – это, на самом деле, еще одна история, которая определяет, ну, почти что все. Потому что от ресурса зависит то, будешь ты учиться или не будешь ты учиться. И мы, когда запускаем программу обучения, у нас есть, на самом деле, на входе в каждую программу такое индивидуальное собеседование. Мы называем ассессмент. Мы с человека просим эссэ написать, зачем он к нам идет, решите параметический кейс, проводим собеседование, и в том числе оцениваем ресурс, чтобы ты себе поставил ясные цели на обучение. Если у тебя батарейка на 80%, на 80% результат будет один, если на 3%, скорее всего, другой. Просто потому что для обучения, для изменений тоже нужна энергия. Понятно, что в программах там есть своя поддержка зашита, там есть курс-ресурс, который можно посмотреть и как-то потихонечку начать батарейку отращивать. Но в целом вот это, наверное, может быть, даже важнее, чем опыт. Не всегда так, но может быть. Вот опыт – это кто-то… Схак Адис, по-моему, приводил эту аналогию. Про руководителя мертвого окня, который лезет-лезет наверх по карьерной лестнице, долез на самую верхнюю ступеньку, и там вот и сдох. Потому что сил уже нет. Все силы остались по пути. Поэтому важен не только опыт, но и что с тобой-то происходит. Как ты, в каком состоянии ты находишься. И что для тебя важно. Это, кстати, тоже имеет отношение к тому, будет ли человек на своем месте. Он свою карьеру связывает с этим местом или нет. Примерно так. Я на это смотрю. Андрей, спасибо за вопрос. Модель топ. Я попробую нарисовать и показать в камеру. Может быть, так оно будет видно. Вот так оно выглядит. Видно, не видно. Как этот фонт убрать? Не, оно так не умеет, да? Ну ладно. Тогда не буду показывать. Значит, ну смысл в том, что это такие три кружочка. T, O и P, которые пересекаются. И в центре пересечения. Мысль очень простая. Про то, что карьерное продвижение происходит, когда складываются три составляющие. Talent – это T, Passion – это P, и Organization или Opportunity – это O. Вот когда они три складываются, тогда у тебя происходит карьерное продвижение. T – это про знания, навыки, компетенции, которые нужны для того, чтобы эту позицию занять. P – это Passion. Насколько ты действительно хочешь там оказаться. Потому что, когда мы куда-то хотим по карьере вырасти, очень часто это некая иллюзия, за которую мы идем. То есть нам кажется, что там нам будет хорошо. Вот, коллеги, какая следующая позиция, которую вы хотели бы занять? Можете написать мне в чате, пожалуйста. Как называется следующая позиция карьерная, на которой вы хотели бы оказаться? Может быть, она будет той же самым. Да, или какая-то другая. CTO, Андрей пишет. Ага. Михаил, вижу вопрос про вопрос, я постараюсь найти и ответить. CTO. Так. Хочу спуститься с уровня на тем ли да. Наталья, прекрасно. Так, выше уже некуда. Ага. Михаил, тогда можно какую-то цель поставить для себя, да, на той позиции, на которой сейчас находитесь. Сейчас как раз изучаю варианты подняться на C-уровень, IT-проект-менеджер. Ну, всех по-разному, видите. Но я могу вам точно сказать, что та позиция, о которой вы сейчас мечтаете, это, конечно же, иллюзия. Повторюсь, вам кажется, что там вам будет хорошо. Вы там получите что-то для себя ценное. Правда же в том, что вы что-то там получите ценное. Возможно, это, возможно, что-то другое. Но правда также в том, что вы за это заплатите, чем за этот выбор. И вот чем заплатите, про это тоже не всегда видно. Поэтому passion – это про то, действительно ли я туда хочу. Вот если бы я знал, что на C-уровне будет вот так, не оставался бы я в тем лидах. Может размышлять Наталья. Да, и passion очень важно. Как мы можем прояснить? Пообщаться с CTO действующими, с IT-проект-менеджерами, что там у них происходит. Может быть, вы послушаете и скажете, не, ну и вы на сей. Или как у нас в программе SEO, например. То есть одна из целей программы SEO у нас – это чтобы вы это на себя примерили, прожили и поняли, что вы SEO быть не хотите. Вы тем самым сэкономите кучу нервов и энергии в реальной жизни. Ну, правда, это не для всех. Там не то, что кайф. То есть там не только кайф далеко. Там много сложностей и много головняков. Может быть, туда и не надо. Есть другие способы там и зарабатывать деньги, и становиться счастливыми людьми. Вот. Поэтому талант, компетенция, passion и organization. То есть эта позиция должна появиться, чтобы вы на нее передвинулись. Когда она появится, это трудно предсказуемо. Это тот самый элемент случайности, Андрей. Нужно, чтобы люди, которые принимают решения о назначении, про вас знали и видели, что у вас компетенция развита на уровне адекватном. Они знали, что вы туда хотите, и вы были лучшим среди других кандидатов. Вот так происходит продвижение. Случайность ли это? Отчасти. Не только. Вопрос Михаила. Так. Начинаем. Это про... Что же вы, микрофон, не можете себе позволить хорошего? Вот этот Михаил или другой? Михаил, можете... Ага, вижу. Что бы я сделал, если бы случайно услышал, как подчиненный смеются над заказчиком, который пожаловался на одного из них? Хороший вопрос. Ну, смотрите. Во-первых, если бы я услышал, я бы это точно обсуждал. Потому что... Ну, я это не могу уже расслышать, разуслышать. И если есть какая-то неясная мне история, я буду ее обсуждать. А здесь она и есть. Потому что... Ну, мне много непонятного в этой истории. Что значит, что они смеются? Во-первых, ну, то есть, как ты воспринял то, что он на тебя пожаловался? Во-вторых, зачем ты пошел про это рассказывать другим сотрудникам и высмеивать заказчик? Потому что сейчас вы высмеиваете, потом нужно будет для него работать сверхурочно, а вы будете точно готовы работать сверхурочно и захотите на того, кого вы высмеивали. Для меня, как руководитель, в этом была бы проблема. Поэтому я бы разбирался, что за этим стоит, какая конкретная ситуация, что там человек заделан, насколько для него это важно, нужно ли по этому поводу что-то делать. Вот как раз алгоритм конструктивной конфронтации нам был бы в помощь. И договаривался бы, что если такая ситуация произойдет, что вот так не надо делать. Ну, потому что высмеивать заказчика за его спиной, это, по сути, нарушение принципа адресности с точки зрения конструктива. Если есть... Ну, если это не просто там, мы перекинулись шуткой. Вот, если это прям высмеивание, то это принцип адресности. Есть проблема, но ты идешь обсуждать не с тем, с кем ты ее можешь решить, а идешь за их спинами обсуждать. И это будет мешать и твоей карьере, и работе моей команды, поэтому мне бы хотелось, чтобы это не действовало. Мы это будем привязывать к хотелкам человека, чтобы он модель поведения изменил там и так далее. Но вот я бы точно реагировал. В целом, когда влезать в чужой разговор, корректно или некорректно, выберите для себя сами. То есть можете прийти и сказать, слушайте, коллеги, я услышал, что вы смеетесь, мне это не очень нравится, поэтому я бы предложил это остановить и обсудить конструктивно, что происходит. Как вы на это смотрите? Можете сделать так? Например, я очень внимательен к словам. Когда люди что-то говорят, в словах есть смысл. У нас был вопрос про психологию сегодня. Когда начинаешь заниматься методическими программами, ты учишься слушать других людей и понимать, и замечать, что стоит за этими словами. Потому что человек нормально работал, у него были какие-то слова про заказчика хорошие, такие скорее хвалебные, позитивные, а тут раз появились слова обесценивания. А что изменилось? Что-то же изменилось. Человек не просто так пришел на работу, думает, так, надо бы обосрать заказчика, обесценить. Ну, вряд ли. Скорее всего, что-то произошло, и я про это не в курсе. Я не знаю, как человек отреагировал, что с его состоянием. Он что-то хочет. Ну, и так далее. Много вопросов, много моего интереса. У нас был не так давно кейс, когда одна из наших руководителей как раз говорит, и вот, ну, что-то мы там обстоятельствуем, и вот еще отдел, который ко мне прилепился. Я разговор остановил, прилепился, это что значит? Он сам прилепился. То есть шел такой и думает, надо напасть на этого конкретного руководителя. Ты согласна его взять на себя или не согласна? Ну, то есть, если согласна, давай тогда это будет твоя ответственность, что я его взяла на себя. А вот когда прилепился, само случилось, само отвалилось, для меня это немножко, ну, про неответственность. Михаил, спасибо за вопрос. Значит, вижу еще один. Как считаете, на работе должна быть жесткая дисциплина, незачем прятать время на болтовню, это расхоложает коллектив? Нет. Вот я точно так не считаю. Более того, нашим всем сотрудникам, и новым, и старым, я не устаю повторять, что у них в стратоплане есть две функциональные обязанности. Первое, это давать результат, и второе, это получать удовольствие от работы. Вот важны обе функциональные обязанности. Потому что, если будет результат, но человеку это не в кайф, это не в долгосрок. Ну, оно так не сработает. Человек выгорит, там, устанет, и уволится внезапно для меня. У меня это не нужно, потому что люди хорошие. Если это будет в удовольствие, но не будет результата, тоже не сработает. Потому что рано или поздно, то, что результата нет, мы заметим, и с этим никто мириться не будет. Придет Вячеслав Юрьевич, скажет, а где ваш результат, а мы скажем, добрый вечер. Ну, то есть, результат тоже должен быть. Результат удовольствия от работы. Поэтому я работаю над обеими штуками. То есть, мы и про результат, и про то, чтобы там пошутить друг на другом, потролли друг друга, где-то поддержать, где-то встретиться, попить кофе, там, и так далее. Поэтому я не считаю, что это расхолаживает. Важно, чтобы были обе вещи. В детстве, в школе, в институте, пишет Андрей, подавляли стремление выделяться, выскакивать, а теперь получается, надо, чтобы расти, надо выделяться. Внутри себя сталкиваешься с разнонаправленными когнитивными установками, как преодолевать этот дискомфорт. Работа с установками, это как раз психология, когнитивно-поведенческий подход. Он как раз во многом про это, про интроекты, про то, что я должен, люди должны, мир должен, и так далее. Ну и, кстати говоря, когнитивно-поведенческий подход один из немногих научно доказанных. То есть, там, есть научные исследования, которые показывают изменения в мозгу, и так далее, прям в самых зонах. Вот. Поэтому, можно вот так себя поддержать. Но в целом, да, скорее всего, придется. Потому что задача руководителя, в том числе, наладить прозрачность, в том числе, повышать визибилити своей команды, своих людей. Иначе будет очень сложно. Ну, правда. Понимаете, я работал в компании Intel 4 года. Это большая корпорация, на которой очень наглядно, зачем тебе нужно визибилити. На самом деле, в небольших компаниях все то же самое, только не все, мне кажется, это замечают. Очень важно, как люди видят друг друга через уровень руководства. Важно, как ваших инженеров видит ваш руководитель. Потому что решение о повышении их, там, зарплат, грейдов, повышении кого-то из них в темлиды будет принимать он. И о сокращении кого-то из них тоже будет принимать, скорее всего, он. И когда вы к нему приходите и говорите, вот, есть такой, значит, персонаж, инженер, терпыр, он говорит, а это кто? Вот вопрос, а это кто, это очень печально. Очень сложно будет прям в точке продавать, потому что у него свои бюджеты, у него своя точка зрения, кого повышать, ему другой руководитель команды, кого-то уже в кавычках продал, и тут вы. Если не удастся в кавычках продать, а ваш инженер действительно классный, он там себя превзошел и ждет, что его оценят, а его не оценят, потому что вы, как руководитель, его, извините, недопродали. Как это для инженера будет? Поэтому важно, то есть, это прям часть работ, вот, продавать успехи своих людей в кавычках, где-то их поддерживать, где-то вначале с ними корректировать их модели поведения, прежде чем транслировать наверх, вообще быть очень внимательным к созданию визибилити. Это, конечно, задача руководителя. Аяс пишет, что тоже в коллективе сейчас тоже результат важен, но можно и общаться. Ага. Как относимся к корпоративам отмечать праздники на работе с сотрудниками, считаете ли правильнее с ними бухать руководство? Вот у нас про это Рома Ивлеев, один из наших основных спикеров в школе технического директора любит рассказывать. У него как раз в блоке про HR на эту тему есть прям целый такой большой модуль. Он как раз про то, что... Ну, он правда технический директор. Он как раз про то, чтобы не бухать с подчиненными, потому что алкоголь на всех по-разному действует. В целом он там растормаживает нашу ту самую королу обных долей, которая отвечает за контроль. Поэтому мы немножко в животных превращаемся и начинаем говорить то, что по трезвости мы бы не сказали. А это потом влияет на карьеру и на отношения там и так далее. И у меня один мой коллега бывший как-то к мне приходит сейчас и говорит, Саш, скажи, пожалуйста, у тебя там нету работы? Я говорю, а чего? Он говорит, да вот у нас вчера был корпоратив и я нашему китайскому заказчику рассказал, что я про него думаю. Ну вот как раз про это. Поэтому аккуратно. Вот. И мы со Славой встречаемся, естественно, с нашими коллегами и с теми, кто живет рядом. Иногда созваниваемся. Иногда и выпиваем, но не так, что прям уходим в какие-то загубы там и так далее. Потому что ты, у тебя же тоже распормаживается кора головного мозга. Ты там что-нибудь пообещаешь человеку из-за лучших побуждений. Еще, не дай бог, забудешь про это, потому что с прямым количеством выпитого случается блок-аут, а человек на это будет рассчитывать. Вот. Ну и это будет очень много в таких ситуациях. Поэтому моя рекомендация, лучше нам все-таки этим не заниматься или делать это крайне аккуратно. Фух, что бы я делал? Михаил пишет вопросы быстрее, чем я успеваю на них отвечать. Михаил, я тогда со слайда возьму вопрос, чтобы мы тоже здесь продвигались. Как руководителю не убивать инициативу сотрудников из-за желания избежать рисков? Я бы сказал, что это проясняю напрямую. Ну, то есть, если человек приносит какую-то идею, вам кажется, что он сейчас это делать не нужно, потому что есть риски, так прямо и говорить. Слушай, спасибо за идею, я сейчас в работу не пущу, потому что... Но если будут идеи, как, и дальше вы предлагаете ему направление, где он может прогенерировать идеи, вот это прям будет здорово. То есть, вы с одной стороны поддержали его инициативу, с другой стороны объяснили, почему сейчас не будете делать, и с третьей стороны предложили направление, куда ему довериться дальше. Мне очень нравятся принципы как раз вот из коучников в гештальт-подходе я их взял. Три принципа твердости, ясности и открытости. Мне кажется, для руководителя они прям категорически важны. Ну, то есть, ты должен быть твердым в чем-то, у тебя твоя задача какая? Сделать так, чтобы вот эта команда людей дала бы вот такой результат. И при этом, чтобы эта команда, как люди сохранились, чтобы этот ресурс не был исчерпан, не самовычерпался, что ли, да? Хотя иногда бывает наоборот, что нужно дать результат любой ценой. Так бывает. Но в целом, у тебя вот две задачи. И ты должен быть твердым в этих задачах. Ясно объяснять людям, почему ты что-то делаешь и почему ты вот это не делаешь или не собираешься этим заниматься. И открытым. То есть, открытым послушать, может быть, ты не прав, может быть, ты изменишь свою модель поведения, потому что ты не видишь всего контекста. Вот тебе сейчас расскажут, я послушаю и дальше решу. И дальше я перейду к ясности. Другое дело, что не надо быть твердым до того, как наступила ясность. Но это уже про нюансы использования твердости, ясности открытства. Что делать, если я отсутствую в компании, без меня продуктивность сотрудников меняется в худшую сторону? Часто она, кстати, меняется в лучшую сторону, мне кажется. Меня очень радует, когда я ухожу в отпуск и ничего плохого не происходит, наоборот, все двигается, эти шестеренки крутятся, там смазываются и все на самом деле классно. Большое счастье наблюдать свою команду в работе без себя. Это прямо ощущение такой потрясающей надежности, что ты в целом можешь отдохнуть. Не так, что ты стоишь и там держишь как портос эту падающую скалу, а что ты можешь отойти и все будет держаться и все будет классно. Это прямо потрясающе. Вот. Если я замечу, что изменилось в худшую сторону, будем обсуждать, что произошло. Разные же бывают обстоятельства. Может быть, там с людьми что-то случилось, может быть, что-то... Например, я же по каким-то признакам это замечу. И мы это будем... Смотри, раньше было так, сейчас вот так, что изменилось там и так далее. Как перестать постоянно учиться, спрашивает Андрей, и начать действовать, если кажется, что вот это еще хорошо бы изучить. Вот то, как остановиться. Не знаю, вопрос, зачем останавливаться? То есть, что не так? Может быть, вам просто нравится учиться. Вот. У меня по методологии Хоган при оценке любовь к учению, по-моему, там 100 баллов из 100. Ну, мне нравится учиться. Я иногда, правда, не учусь, но иногда учусь, и мне прям в кайф, это здорово. Вот Вячеслав Юрьевич сейчас, например, последние годы активно изучает стратегический менеджмент, получил сертификат, по-моему, везде, где только можно, во всех университетах, в Вортоне, в Оксфорде, в Копенгагенской бизнес-школе. И после этого, кстати, вот как раз в программе SEO у нас большой стратегический блок появился. Славе вот это нравится. Я там в маркетинг, в психологию, значит, куда-то еще. Зачем останавливаться, если это прям нравится, дает энергию и поддерживает? А там может быть другое, что вы хотите, чтобы произошли какие-то изменения в реальной жизни, они не происходят, несмотря на то, что вы учитесь. Но я немножко про другое. Это про то, как начать эти изменения, как внедрять, что не дает сделать первый шаг. и не всегда это связано с... Вы просто, ну, наметьте себе какой-то шаг, говорят психологи, в зоне ближайшего развития. Вот. Потому что, ну, похоже, там вот, то, что является сейчас первым шагом, сделать сложно. Сделать какой-то небольшой, похвалите за это, потом еще какой-то, потом посмотрите, туда ли вы идете вообще. Ну и так далее, по чуть-чуть. Вот. Хорошо бы поддержку где-то получить от кого-то. Вот мы как раз в наших программах обучение все длительные, там, от пяти до девяти месяцев. Именно про это. Мы всех склоняем к действиям, и там есть у нас группы студентов, которые поддерживают друг друга. Если сложно, ну, тебе кто-то, значит, подставит плечо. Вот опять же, когда видишь, что кто-то такое сделал, то и сам начинаешь делать, потому что там не ядерная физика, то есть там ничего такого сложного нет. Поэтому двигайтесь по чуть-чуть. Вот. У вас свой темп, но вот сейчас, пока вы учитесь, возможно, вы накапливаете какой-то ресурс спортовать увереннее. То есть я бы здесь себя не корил, я бы подумал, для чего вы учите, что хотите, вот. И что может быть первым шагом в направлении туда, куда хотите, помимо обучения. Андрей, я бы в эту сторону посмотрел. Так, Михаил и Андрей серьезно работают на скидку в 500 евро за лучшие вопросы. Вот. Но я все-таки еще пару вопросов со слайдов открою, они у нас есть, коллеги. И потом вернусь, Михаил, я вопрос в части вижу. Откуда брать похвалу, если вы единоличный владелец бизнеса, у вас есть только подчиненные? Вот это хороший вопрос. Во-первых, похвалу можно брать и от подчиненных, за то, как ты с ними работаешь. И я могу сказать, что я много получаю спасибо от наших сотрудников, от коллег, и меня это греет, и мне это приятно. Но в целом, если ты владелец бизнеса, и ты вот эту историю двигаешь, то я бы постоянно помнил или периодически задумывался, а зачем ты запробел, чем ты в это дело вписался вообще, зачем ты туда пошел, для чего. Потому что заводить свой бизнес или не заводить, это выбор. И как у любого выбора, у него есть плата, ну, например, плата – это то, что тебя мало кто может похвалить как владельца. И есть бонусы. Зачем ты на самом деле туда шел? Все идут за разными вещами. Кто-то идет за деньгами, кто-то идет за свободой, за свободным графиком, кто-то идет за перспективами, за тем, что у тебя появляется шанс на сделать сильно лучше свою жизнь, жизнь своих детей и так далее. Вот зачем ты туда идешь? Насколько это ясно сформулировано. Ты туда движешься или ты туда не движешься? Если ты туда не движешься, то похвалили вопрос. А может быть и нет. Вот я бы про это думал. Такой вопрос на текущем эфире мы сочли бы достойным скидки в 500 евро. А мы это совсем скоро узнаем, коллеги, когда у нас закончатся вопросы. Вот, и мы будем выбирать лучше. Вопрос от Михаила. Как вы считаете, правильно ли руководитель выходить из операционки, то есть взять и уехать руководитель в отпуск в другую страну, например, чтобы без него все работали? Опять же, это сильно зависит от человека. Потому что, я напоминаю, самое важное – это результат и получать от него удовольствие. Вот то, что ты находишься в операционке, дает ли это вот эти две составляющие? Если это дает результат и тебе в кайф, зачем выходить из этой операционки? Ну, правда, операционка может быть очень классной. Я, например, по-хорошему кайфую от созвонов внутри стартоплана наших. Когда у нас синки, туда приходит наш замечательный проджект-менеджер Владислав Анатольевич, приходит наш копирайтер Мария Александровна, Сан Сана, наш директор по корпроектам, приходит. Вячеслав Юрьевич вот сейчас из отпуска выйдет, тоже придет. Слушайте, ну там так кайфово. Там какие-то идеи, мы друг друга подкалываем, мы радуемся нашим совместным успехам. Я некоторое количество сотрудников выделил, на самом деле, мне по кайфу практически со всеми общаться в стартоплане. Мне это сильно подпитывает. Когда я вижу, что людям здесь нравится, что есть результат, я могу их поддержать, и вот эти шестеренки начинают крутиться лучше. Это прям настолько круто. Вот из этой операционки иногда не хочется выходить. Поэтому зависит от вас. Хотите выйти, ну тогда, соответственно, нужно намечать какой-то выход. не хотите, не выходите. Я как-то вот таким образом на это смотрю. А как правильно выходить постепенно? Ну то есть, тут же видите, какая история. Когда вы находитесь в операционке, у вас ощущение достаточно плотного контроля. Ну это иллюзия плотного контроля. Тебе кажется, что ты в целом все контролируешь. Это не так, конечно, но так кажется. И ты на самом деле много контролируешь. Сразу выйти из операционки это так полностью доверить. Ну это как, знаете, не факт, что компания к этому готова. Это как ребенок. Вот, не знаю, коллеги, если у вас есть дети, можете написать, сколько им лет. Мы такую социуметрию вам собирали на каком-то эфире. У меня есть там 10 лет, у меня трое детей, 10, 19 и 21. Ну понятно, что тому, которому 21, Иван Саныч, я доверяю больше, чем тому, которому 10, Иван Саныч. Вот Василию Санычу тоже хорошо доверяю, которому 19. 11, 12, 18. Александр, да, Надежда, 13, 16. Вы же по-разному доверяете им, правильно? Вот, и вряд ли вы там скажете, все, вот у меня 11, 12, я уезжаю за границу, живите сами, короче, тут сами что-то организуйте, брали 5 лет, да, вот, сам ходи в детский сад, то есть понятно, что тут ты и так не выйдешь-то быстро. То же самое, мне кажется, и с бизнесом. То есть он должен дорасти до того состояния, когда ты как основатель, как человек там в этой операционке бывший сможешь отойти в сторону. Это постепенный процесс через людей, через процессы. Вот как раз в школе СТО у нас там много про процессное управление, про делегирование, про менеджмент в стиле коучинг, там, чтобы людей доращивать. Вот про это. Так, последний вопрос из нашего слайда и к вопросам только из чата. Как избавиться от чувства вины на период саббатикова? Вот это, наверное, тоже к психологам, коллеги, потому что, ну, чувство вины, скорее всего, за ним что-то стоит. Какая-то, может быть, установка, интроект, долженствование, про то, что если я не работаю, а другие работают, то, значит, это нехорошо, и так далее, и так далее. На самом деле, бывают разные истории. Я, когда был в саббатикле, я не испытывал чувства вины, если честно, вот, потому что я, наоборот, я так задолбался, честно говоря, что мне было очень по кайфу отдохнуть и ничего не делать. Вот, поэтому, ну, это точно можно прорабатывать, чувство вины. Там, скорее всего, за ним какая-то установка, значит, окопалась, вот, и важно ее проработать. Так, коллеги, вопросы от Андрея. Сотрудник может сидеть в телефоне в рабочее время, играть в мобильные игры, при этом работу выполняет, но среднего качества. Как это может повлиять на рабочий процесс, соответственно, за результаты команды? Ну, как, по-разному может повлиять. То есть, кто-то может принимать с него пример начать, а кто-то может не начать. Тут, Андрей, мне кажется, больше зависит от того, чего вы хотите как руководитель. Вы хотите из этой команды сделать команду профессионалов, которые прям фигачат, вот, на результат, или команду, которая в таком расслабленном режиме делает средний результат. Может быть, что-то третьего хотели, четвертого. Вы чего хотите. Исходя из того, чего вы хотите как руководитель, это должно быть привязано к вашим каким-то вот целям, ценностям. Вы будете доносить обратную связь до человека и привязываться к этому. Там хорошо бы подумать, чего он хочет. Потому что иногда человек хочет расти, но у него там ресурс закончился, поэтому он сам получает дешевый дофамин из игр. Ну, тогда в отпуск, потом вернешься к этому вопросу. Но важно понимать, что в МНФ все равно нужно будет выбрать либо реагировать, либо не реагировать. А это зависит от того, чего вы хотите как руководитель и как человек. Считаю ли я важным семейное положение руководителя? Некоторые принципиально не работают с теми, кто не в браке. Я не считаю. Ну, то есть у нас сейчас в стартоплане 35 человек. У всех по-разному. Кто-то замужем, кто-то женат, кто-то в разводе, кто-то еще пока не добрался до этой стадии. Кто-то уже четвертый брак. Ну, то есть мы, честно говоря, на это внимание не очень обращаем. Честно. Как я воспринимаю критику или советы от своего коллектива? Позитивно. Ну, то есть я на самом деле с радостью воспринимаю. Ее очень мало бывает, к сожалению, наверное. Но я воспринимаю с радостью, что кто-то что-то говорит, не боится. Я прям радуюсь. Очень круто. Начинаю прояснять, в чем там суть. Не всегда есть суть, но в целом это прям хорошо. Так, я вижу у нас вкладочки вопросы-ответы. Появился вопрос, будет ли запись эфира. Запись будет, да, коллеги. Возможно, даже порежем ее на какие-то вопросы, а может и нет. Вот подумаем еще. Поощряется ли общение между сотрудниками, в том числе и в дня работы? Не боимся ли мы саботажа? У меня, ну, как-то не очень связано с саботажей, общение там вне или между работой. В целом, я не могу сказать, что мы это как-то поощряем. Точно мы как-то не способны, мы сами общаемся. Вот у нас пришел Алексей Михайлович, наш HR, к нам присоединился в апреле, и через короткое время говорит, да давайте сделаем настольные игры онлайн. Давайте. И Леша сделал игры, там своя игра, потом мы в Коднинэйм сыграли, и я тоже пришел поиграть, и Слава пришел, поиграл. Все получили от этого большое удовольствие, мне кажется, и сотрудники тоже. Алексей Михайлович давно не устраивал, надо после эфира пойти ему напомнить, что мы заждались. Но это важно, это вот часть того самого удовольствия, которое мы от работы получаем. И общение вне работы, оно в целом тоже про это. Это не значит, что надо всем стать друзьями. Нравится людям общаться на здоровье? Не нравится? Не общайтесь. Я на это как-то так смотрю. Главное, чтобы был результат, и чтобы вам это все было в кайфе. Коллеги, по-моему, все вопросы закончились на сейчас. Если что-то еще есть, пишите. Сейчас у нас время еще осталось. Я не ожидал, что будет столько вопросов, поэтому спасибо большое. Я думаю, что сейчас, наверное, мы подведем итоги. Коллеги, во-первых, я хотел бы вас пригласить в наши программы, которые стартуют в сентябре. Там некоторые из них стартуют 13 сентября, некоторые 20, а SEO, по-моему, стартует прямо в самом начале сентября. Там у нас будет два занятия на неделе 3 и 5 сентября, если я правильно помню. И вот совсем скоро они начинаются. Там занятия идут дважды в неделю по 2 часа. Почитайте, пожалуйста, описание. Примерьте это на себя. Я, знаете, во что верю? Я верю в добровольный выбор. Обучение – это же некая инвестиция для того, чтобы в твоей жизни что-то изменилось. Мы со своей стороны все для этого подготовили. Правда, у нас там и 15 лет опыта обучения руководителей, и кейсы, и эксперты, и поддержка, и кураторы, фасилитаторы. Там прям такая машина задействована. Ого-го. У нас, кстати, на следующей неделе будут дни открытых дверей. Если хотите, приходите. Я там буду показывать внутренку программ, и сценарии там, и все остальное. Там прям большие разработки. Это большие методические программы. Поэтому у нас все готово. Важно, чтобы вы это примерили на себя, и чтобы это был ваш добровольный выбор. Потому что ответственность рождается в результате добровольного выбора. Если вы выбираете участвовать в этой программе обучения, вы говорите, окей, я готов инвестировать вот эти деньги, усилия, 9 месяцев своей жизни для того, чтобы в моей жизни что-то изменилось к лучшему, в моей профессии. Поэтому почитайте, примерьте на себя и приходите. У нас регистрация действует до 30 августа. 29-го будет день открытых дверей. Все подробности написаны на сайте. Что касается лучших вопросов, коллеги, во-первых, вам спасибо за активность. Я бы эти три наших промо-кода выдал Михаилу, Андрею и Дмитрию Бытковскому. Коллеги, скидка на 500 евро на участие в программах ваша. Пожалуйста, напишите в чате, в зуме организаторам-докладчикам ваш телеграм-ник, чтобы мы могли с вами связаться и этот самый промо-код сказать. Коллеги, кого не отметил, извините, пожалуйста, вот, ну, правда, вопросов было много и я просто сейчас смотрел, наверное, по количеству вопросов, которые мне понравились. Я не стану даже чат мотать, потому что я знаю, что там есть вопросы, которые мне понравились и хотел бы отметить Михаила, Андрея и Дмитрия Бытковского. Но всем, кто задал вопросы, большое спасибо. Так, вижу, Дмитрий написал на всех. Коллеги, напишите на организаторам и докладчикам, не обязательно писать на всех. Меры ответственности, которые я несу за судьбу стратоплана. Михаил, хороший вопрос, спасибо за него. Думаю, что мы со Славой Панкратовым эту меру ответственности разделяем. И у меня нет какого-то процентажа. Я только знаю, что стратоплан это большая часть моей жизни. 15 лет это мое детище, которое я очень люблю. Когда задалбываюсь, любить перестаю, но на короткое время. Вот это периоды минутной слабости. Потом я прихожу к себе и мне это снова нравится. Поэтому мы будем делать, пока это будет лететь, пока это будет полезно людям. и будет давать нам тоже какую-то отдачу. Все, я вижу, телеграммники поступили. У нас разные, Андрей. Хорошо, Андрей. Я думаю, что мы тогда сделаем четыре этих самых скидки. Спасибо за вашу активность, коллеги. Буду рад вас увидеть в программах, буду рад вас увидеть в любом виде в нашем телеграмм канале. Если есть какие-то вопросы, пишите в нашего чат-бота замечательного, там на другом конце сидят живые люди. Если что, пишите мне лично, постараемся всем помочь, на все ответить. Если помочь не сможем, так прямо и скажем. Все, всем всяческих управленческих успехов, с наступающими выходными и спасибо за ваше внимание к себе и за ваше доверие к нам. Счастливо, пока. Счастливо,